В Наринмарском социально-гуманитарном колледже завершился пилотный курс по косметологии. В курсы входило обучение массажу лица, нанесение масок и косметических средств. Моя коллега Наталья Кислякова на себе проверила мастерство начинающих косметологов. Сегодня я попробую себя в роли модели. Начинающий мастер Наталья сделает мне очищение кожи лица и альгинатную маску с алоэ. Посмотрим результаты. Для эстетичности нанесения сначала меня накрыли специальным покрывалом и обезопасили зону шеи с помощью одноразовых пеленок. На голову одели шапочку, затем очистили кожу косметическим молочком и нанесли тонизирующие средства. Следом шло нанесение альгинатной маски. Ощущения свежести и прохлады наступили сразу же. По истечении времени маска затвердела и легким движением покинула мое лицо. Итог – прекрасное прохладное ощущение на коже. Кстати, она заметно подтянулась. Мой начинающий мастер Наталья Степанова, которая проводила процедуры, профессионально занимается релакс-массажем в своей студии. На курсы девушка пошла для повышения квалификации. Ожидания полностью оправдались. По словам Натальи, полученные знания смело будет применять в своем салоне. Я пришла на курсы косметологии для того, чтобы узнать эту информацию и помочь своим посетителям салона, как правильно нужно ухаживать за лицом, как сочетать его с массажем лица, и чтобы был эффект лучше. Потому что если делаешь один массаж лица, то этого недостаточно. Нужно еще ухаживать за кожей, а не только за кровообращением и нормальным тонусом мышц лица. Другая ученица курсов – Анна Гордеева. Девушка является консультантом по красоте одной косметической компании и для обогащения знаний решила пройти курсы. Как признается Анна, после получения сертификата будет передавать свои знания другим девушкам. Приходит очень много женщин, которые не умеют правильно ухаживать за своей кожей. На этих курсах нам все это рассказали, разобрали очень много косметических различных средств по уходу за кожей, научились делать массаж лица. Курсы по косметологии – пилотный проект. Группа из семи человек. По словам преподавателя, такое количество учеников набрали для того, чтобы найти подход к каждому. Уход за кожей лица, уход за телом, физиопроцедуры, массаж лица, различные виды массажа лица. Это и классический массаж лица, и пластический массаж лица, лечебный массаж лица. То есть то, что студенты имеют право делать, они отрабатывают на практических занятиях. Те моменты, которые им интересны, но они, так скажем, не могут делать в силу того, что у них нет медицинского образования, мы очень подробно разбираем теорию, потому что девушки будут не только работать, но и могут сами быть клиентами. Как отмечают специалисты, курсы по косметологии могут посещать не только те, кто работает в индустрии красоты, но и все желающие, ведь уход за лицом никто не отменял. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.